Во Всемирный день музеев в Одесском музее западного и восточного искусства открылась выставка «Духовные сокровища Бессарабии». Открыли выставку почетные гости. Председатель Попечительского совета музея, депутат областного совета Юрий Маслов и народный депутат Украины Виталий Барвиненко. В 200 лет в Бессарабии открылся удивительный мир духовной культуры. И сегодня липованская иконопись. Мир, духовный мир русского старообрядческого. Мир болгарской, молдавской иконы становится доступным всем вам. Дорогие друзья, спасибо огромное тем музейщикам, нашему Одесскому художественному музею, Измаильскому музею, музею личных коллекций Миклющенова за то, что они помогли нам в организации этого великого события. С праздником вас! Наслаждайтесь! Директор музея Владимир Островский отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению духовности общества и воспитанию подрастающего поколения на общечеловеческих ценностях. На этой выставке представлены уникальные иконы, так называемые липованские, иконы украинских неизвестных мастеров, иконы профессиональных художников и иконы народных мастеров. Они происходят из самых разных коллекций. Настоящая выставка – первый шаг к изучению феномена старообрядческой иконы. Несколько десятков экспонатов собраны из Одесского художественного музея, Измаильской картинной галереи, Краевеческого музея при Дунаве, Музея христианской Одессы, Муниципального музея частных коллекций Блещенова и частных коллекций Бориса Херсонского и Юрия Маслова. А идея собрания такой выставки принадлежит депутату областного совета Юрию Маслову. Сегодняшняя выставка, которая стала возможной благодаря народному депутату Украины Виталию Дмитриевичу Борвиненко «Духовные сокровища Бессарабии», она открывает нам окно в удивительный и самобытный мир духовного искусства Бессарабии. Это великое событие, беспрецедентное. Сегодня со всех музеев Одесской области, частных коллекций привезены те памятники русской, липованской, старообрядческой иконописи, которой так сильна наша Бессарабия. Древнерусская икона в своем традиционном виде сохранялась прежде всего в среде старообрядчества. Духовная традиция в прошлом не прерывалась. Липоване берегли древнюю икону, свободную от нововведений, высоко чтили и хранили своеобразное понимание ее красоты. Цель этой выставки – показать корни славянского и православного искусства, многообразие культур Бессарабского края. Липованская и старообрядческая иконопись является, наверное, одними из самых существенных властов культуры Бессарабии. И то, что сегодня открылась впервые выставка «Старообрядческие иконы», как раз и подтверждает то, что на Бессарабии есть многообразие культур, все люди живут в мире друг с другом, и это край богатейшей истории, в том числе истории культурной. И думаю, что эта выставка – только начало тех проектов, которые будут идти по популяризации разного направления культуры нашего края. Выставка, которая впервые собрала вместе уникальные иконы и предметы старообрядческого искусства, раскрывает пласт уникальных иконописных традиций, сложившихся на протяжении столетий у приднестровских и придунайских славян. На этой выставке сошлось три вектора человеческой истории. Первый – это сама Бессарабия. Это тот регион, который последние 200 лет, а может быть и чуть-чуть побольше, является родиной для целого ряда культур, которые здесь живут в мире, в добре, несмотря на разницу во взглядах, в том числе даже на божественные. Второй момент, второй вектор очень важный – это то, что это люди, которые представлены здесь в виде тех анонимов, которые писали эти иконы, которые принесли сюда эти иконы, которые сохранили эти иконы, которые меняли эти иконы. И основная их масса, конечно, находится сейчас в храмах и в частных собраниях. А здесь есть возможность познакомиться с этим непосредственно. И третий важный вектор данной выставки – это, соответственно, уже памятники, о которых мы говорим. Это памятники иконописи разных совершенно культур. Здесь рядом находится примитивная украинская икона, рядом с высокопрофессиональной ветковской старообрядческой иконой. То есть создан такой калаш, как в церкви, где религиозная давлеет на достатический. До середины июня все желающие могут погрузиться в особый мир древнеславянской византийской культуры, приобщиться к памятникам особого исторического и духовного значения.